Это случилось в городе Окленде, Новая Зеландия. Сильный ливень грозил перейти в обширную грозу. Девушка по имени Кэтрин ускорила шаг, чуть ли не бежала по тротуару, зонтик держала низко над головой, капли дождя могли замочить ее основательно. Лишь изредка смотрела на улицу, туда ли она повернула, заметила под ногами серого зверька с хвостом. Подумала, крыса, а почему не убегает, сидит и еще шатается, насквозь промокшая крыска почти не поднимала голову, глаза у нее были закрыты. Странно все, думала Кэтрин, но вдруг сквозь шум дождя до нее донеси и писк, и мяуканье. Что делать? Кэтрин прекрасно понимала, что подменить маму найденышу она никак не сможет. Что же, бросить его умирать здесь, в холоде и под дождем, это для нее было неприемлемо. И вот он у Кэтрин дома, она вымыла его, согрела, стала кормить Брюса, такое имя получил малыш, давая ему молоко из пипетки и шприца. Позже учила лакать молоко из мисочки, прежде смазывая пальцем котику нос. Прошло 12 дней, вес Брюса был только 100 граммов, и глаза он все еще не мог открыть. Но когда это произошло, Кэтрин ахнула, на нее смотрели умильно прелестные глазенки. И шерстка котенка была какого-то странного цвета, но тоже красивая.